Найкраще кино на канале Украина Ась, возьми. Давай. Пригодится. Володя, нам километров восемьдесят осталось, да? Да. Примерно через час будем в лесном. Угу. Ты чего? Да что-то машину ведет, не пойму. Класс, колесо пробили. Ого. Хорошо, еще с заправки не успели отъехать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Людмила Александровна, вы у терапевта были на приеме? Да Ну, может, он вообще ошибся? А низкий гемоглобин? Да он, кажется, второй низкий А опухоль? Не знаю, неисправность УЗИ Вы в нашей районной поликлинике были? Да Там техника древней динозавров А если все-таки это рак? Люда, ты понимаешь, что тебя не рак, убивает Может, его вообще нет Страх, понимаешь, хуже всего Извини, что перешел на ты Я вспылил Да нет, ничего Я не против Можете говорить мне ты Ну, тогда и ты мне не выкай Спасибо вам Тебе Спасибо, что поддержал Слушай, давай я с тобой схожу в больницу, а? Чтоб тебя поддержать Да нет, это как-то Мама, я тебя ищу Настюшка, моя хорошая Мама, ты что, плакала? Нет, сынушка, все хорошо Просто мы с Глебом Игоревичем поругались А теперь помирились, и это я от радости плачу Ты лучше никогда не плачь, даже от радости Хорошо, так лучше? Слушайте, уже конец рабочего дня Давайте я вас домой отвезу, а? Да нет, что вы, это неудобно, спасибо Ну, почему неудобно, с ветерком домчу, все хорошо Настюш, хочешь на переднем сиденье, как взрослая? Да, хочу Ну, вот На переднем сиденье, это же опасно Нет, очень даже безопасно, у меня там детское сиденье стоит Мишка укачивает на заднем, поэтому я вожу его на переднем Ну, что, поехали? Поехали, с ветерком домчу, поехали Володь, что-то случилось? Навигатор не ловит, связи нет Субтитры сделал DimaTorzok Ого, ты что-то в ней понимаешь? Конечно Нам туда Садись Ну, что, как ты? Иди Молодец Ну, что, тебе понравилось? Понравилось, подвезешь нас еще? Обязательно подвезу, конечно подвезу Ну, спасибо, что подвез И за то, что поддержала тоже, спасибо Да нет, за что, Люда Я не мог тебя бросить в такой ситуации Тебе сейчас тяжело Ты, главное, помни, что Я всегда рядом И всегда смогу тебе помочь До свидания Мы приехали? Похоже, что да Ась, что-то здесь не так Будь рядом Жди здесь Субтитры сделал DimaTorzok Стой Похоже, у него сначала стреляли А потом ножом добили Пульса нет Стоять! Бросить оружие, быстро! Тихо, парень Спокойно, парень Я из полиции Из полиции, да? Удостоверение в нагрудном кармане Сейчас мы посмотрим, какая у нас тут полиция Так, Лукьянчук Владимир Витальевич Капитана ГУ МВД Слышишь ты, Лукьянчук? А какого ты тут вообще делаешь, а? Мы ищем человека, причастного к убийству И похищению ребенка Откнуть его давайте В отделение Ась, не переживай, они должны проверить Так, стоп, мне надо позвонить Я имею право Давай, пошел Ну позвонишь В отделение Адвокату далеко ехать Ась, ну бери Бориса У меня телефон в сумке Так, этого ко мне А девушку в боль Так, куда ты, блин, давай Синерикан, свободен Есть Так, как вы оказались в этом охотхозяйстве? Не поверите Через дверь вошел Она была открыта Да? Кого хотели увидеть? У меня имеется информация Что Светлов причастен к особо опасным преступлениям К похищению, к убийству Так это было с задержанием, да? Не совсем Я собирался допросить подозреваемого Исходя из беседы, уже принимать решение о его задержании А Демидова взяли в качестве прикрытия Ася Денисовна Проходит потерпевший по этому делу То есть хотели отомстить Светлову, да? Я спрашиваю, хотели отомстить? А давайте я воздержусь От дачи дальнейших показаний До приезда моего адвоката Слышишь ты А где вас таких умных выращивают? Готово Готово Угу И по базе сразу пробей пальчики Хорошо Будьте добры, можно салфетку из сумки? Спасибо Спасибо Криминалисты нашли отпечатки пальцев У старушки у Светлова Наверняка ваши Ну или вашего спутника Так что вы бы признались как можно раньше Мы все равно обо всем узнаем Ася Денисовна Как вы, с вами все хорошо? Угу Послушайте это обязательно Снимите пожалуйста Лаврика Сними браслет Как вы? Бывало и получше Ну потерпеть еще немного Осталась чистая формальность Я был у прокурора Пришло заключение экспертизы по Светлову Его застрелили из травматического пистолета Переделанного под стрельбу боевыми патронами Так что Против вас нет никаких улик Кроме Присутствия на месте преступления У вас были с собой какие-нибудь личные вещи? Да Сумка Угу Будьте любезны Подготовьте личные вещи Ася Денисовна Я скоро вернусь Войдите Привет Привет Зашел узнать как ты Полночи не спала Плакала А утром записалась на прием к онкологу Правильно Правильно Лучше сразу все выяснить Знаешь и И люди и машины могут ошибаться Вот бы все обошлось Я не представляю Как я скажу Настеньке Что смертельно больна Ну погоди Еще не известно точно Поэтому и говорить не о чем Хочешь я С Настей посижу Пока ты будешь врач Спасибо Наверное придется У меня Подруга работает Не может все время с Настей сидеть Это не вопрос, я смогу Заберу ее с прогулки Глеб Ну Ты не говори пока никому, ладно? Ну разумеется Спасибо Да Александр Павлович Это Лукинчук Простите, я сегодня задержусь Ну оно и понятно И с камерой в лесном Сюда уже трудно добраться Ты что Лукинчук? Совсем края попутал? Александр Павлович Ситуация вышла из-под контроля Я сейчас улажу последние формальности И скоро приеду А ты не спеши Ты уволен Я все объясню Давайте я сэкономлю ваше время Угу В связи с отсутствием доказательств Причастности гражданина Лукинчука ВВ и гражданки Демидовой АД Освободить из-под стражи гражданина Лукинчука ВВ и гражданку Демидову АД Я бы конечно еще позанимался с вашими этим Знаете, мне кажется, что вы исчерпали все темы для бесед Ну да Против постановления прокурора я пойти не могу Синельников! Демидову на выход Свечи Есть Здравствуйте! Добрый день! Проходите, пожалуйста Направление Вот и медкарта Угу Сегодня выдали Да, я была на приеме у онколога и он к вам направил Угу А что, это очень плохо? Нет, что вы, ну надо еще делать снимки А вы анализы сдавали уже? Да, у терапевта Угу Оставьте, пожалуйста, все свои вещи здесь и проходите Угу Ой, аккуратненько Угу Так Все Пожалуйста Извините Просто мне так страшно, что диагноз подтвердится Но вы уже ничего изменить не можете Поэтому надо верить и молиться Пожалуйста Пожалуйста Не волнуйтесь и не шевелитесь Угу Не за что Я твой должник Ну что, поехали? Скорее отсюда Давай только заедем сначала на охоту хозяйства, а мою машину заберем Как скажешь Глеб, привет! Привет! А я за Настей, спасибо, что присмотрел Не за что А где она? А их с Мишкой на спортплощадку отправил У меня планы по воспитательной работе, а они в моем кабинете прядки устроили Погоди, Мишка это твой сын? Да А сколько ему лет? Восемь Он после школы ко мне заскочил флешку занести, я ее дома забыл И что, ты отпустил детей двоих на спортплощадку без присмотра? Люд, не переживай, мой Мишка с твоей Настей справится лучше любой няньки Он, конечно, третий класс ходит, но иногда мне кажется, что он даже старше меня Вон они, смотри Ирина, Ирина Ивановна, через пятнадцать минут у вас урок литературы Да, я помню, спасибо Теперь ты будешь бить одиннадцатиметровый пенальти Только не носком, а бочком, да? Настюш, беги ко мне Ну, хорошо Мамочка, привет Привет, моя девочка Ну, здравствуй, Миша А меня зовут Людмила Александровна, я мама Настеньки Очень приятно Мне тоже Мама, а можно я с ним еще немного поиграю? Солнышко, нам уже пора уходить Но ты обязательно еще поиграешь с Мишей, если он захочет Конечно захочу, мне с тобой очень понравилось Ну что ж, спасибо, что присмотрел До свидания Ну что, теперь ты мне пенальти бьешь? Давай Так Сильнее Разрешите У тебя две минуты, время пошло Александр Павлович Я нарушил ваши указания и продолжил расследование по делу Ермолаевых и Демидовой Но именно за это я тебя и уволил Новенькое что-нибудь скажешь? У меня были основания полагать, что преступники ушли от ответственности По факту Корниенко не проводил следственных мероприятий Как только у меня появилась информация Значит, по-твоему Корниенко виноват в том, что ты попер свой лесной с Демидовой И вряпался там в огнестрел с витальным исходом Александр Павлович Демидова для меня не просто потерпевшая Мы любим друг друга, живем вместе у нас фактически семья Но будет свадьба, я крикну горько, если пригласишь А пока мне об этом ничего знать не надо Все, время вышло Вы бы отказались помочь своей жене, если бы она узнала, что ее пропавший ребенок жив Я бы может быть и помог ей Ну может быть даже и нарушил закон Ну возможно, но для тебя это ничего не меняет То есть только вам можно нарушать закон ради близких Послушай, ты не закон нарушил, ты нарушил мой приказ А это хуже Так что пиши заявление по собственному и считай, что это мой тебе подарок Пошел вон И ты хочешь сказать, они тебя всю ночь продержали в обезьяннике? Нет, у меня была отдельная камера, я даже часочек поспала Господи, просто посходили с ума они в этой полиции, тоже меня нашли убийцу Самое главное, что разобрались Вот именно Ась, ты мне тут нужна Нам вот весь вот этот бардак надо разгребать Все процессы налаживать заново Да и детскую коллекцию никто не отменял Ну в чем дело? Ась, ты разве не этого хотела? Хотела Очень непросто сюда вернуться, столько счастья с этим местом связано столько Горе Ась, оставь прошлое в прошлом Тебе пора вперед смотреть Выходи за меня Выходи за меня Узбу Тебе пора вперед Узбирая 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 Тебе пора Узбирая Узбирая Поверь. Светлана Максимовна! Ася, привет. Господи, как же я рада вас видеть! Как вы? Как девочки? Да я-то хорошо. Как девчонки, не знаю. Тут такой кавардак был. Кого уволили, кто сам ушел. Подождите. А вас что, тоже уволили? Нет. Ну что ты. Такого счастья я Кузнецову не предоставила. Я сама ушла. Это я дела сдавала. Светлана Максимовна, а кто-нибудь из нашего коллектива остался? Ну, смотри, наш цех и отдел продаж почти в полном составе ушли. Фомич дольше всех продержался, но потом на пенсию ушел. Сейчас нервы лечит. Подождите меня, пожалуйста, здесь десять минут. Никуда не уходите, хорошо? Я быстро. Десять минут, хорошо? Тамара, вы здесь. Я вас по всей фабрике еще. Я пока здесь пожилую. Ну, пока кабинет у Кузнецова не отремонтировали. У меня от этой старой обстановки просто крышу сносит. А у меня к вам серьезный разговор. Тоже хочешь ремонт? Нет. Я узнала, что уволилась Коваленко. Ее нужно срочно вернуть. А кто это? Коваленко Светлана Максимовна, главная швея. Проработала здесь двадцать пять лет. Ась, ты меня знаешь. Я за регалии и стаж не отцепляюсь. Мне нужно, чтобы человек хорошо работал, был адекватным, исполнительным. Я ручаюсь за Коваленко. И, собственно, за всю команду, которая ушла вместе с ней, или которую Кирилл уволил. Подожди. То есть ты не только ее хочешь вернуть, а вообще всех? Ась, оглядись. У нас нет производства. А ты хочешь вернуть сюда людей, которые развалили эту фабрику? Ее Кирилл развалил. Швея здесь при чем? А кто шеудряные костюмы? Кирилл? Или все-таки твои швеи? Тамара, а Светлана Максимовна и все ее девочки постоянно жаловались на качество материалов. Кирилл самых настойчивых просто увольнял. Да я могу головой за них ручиться, если хотите. Ладно. Раз ты так отчаянно за них просишь, значит, они этого стоят. Даю тебе карт-бланш. Спасибо. Я вас люблю. Вы не пожалеете. Очень. Светлана Максимовна, я поговорила с Вавиловой. Все сотрудники, которых уволил Кирилл, могут вернуться. Если, конечно, захотят. Все? Да. И Тони, и тете Валя. Да. Абсолютно. Пожалуйста, обзвоните сегодня всех, скажите об этом. И не уносите свои вещи. Спасибо тебе. Спасибо. Это вам спасибо. Это вам спасибо. Я без вас фабрику вообще не представляю. А я же здесь полжизни провела. Так вот, в том-то и дело, что вы здесь каждый камушек знаете. А пережила, сколько здесь. Как я вас понимаю, моя жизнь тоже навсегда связана с этой фабрикой. Давайте я вам помогу. Да ладно. Ты что, старушку немощную нашла в моем лице? Ты забыла, как я тебя гоняла? Угу. Конечно, такое забудешь. Ты уже дома? А ты чего так рано, я думала, ты сегодня будешь, как всегда? Пораньше освободился. А мне Вавилова разрешила вернуть всех увольных работников. Угу. И это надо отметить. А у тебя что за повод? А я написал по собственному. Так что поздравь меня. Теперь я безработный. Это из-за того, что нас арестовали? Да нет. Из-за того, что продолжил расследование. Не подчинение приказу. Володь, ну это, это так несправедливо. Ну... Прости меня, я... Я вообще вела себя, как законченная эгоистка. И ни разу не подумала о том, чем может для тебя все это закончиться. Азда, ты здесь при чем? Я взрослый мужик. Сам принял решение, сам за него и ответил. Все справедливо. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, как дорога тебе твоя работа. Мне не очень жаль. Мне тоже. Но я все равно веду твое дело до конца. За убийством Артема и этого Светлого стоит один и тот же человек. Тебе тоже кажется странным, что этого Николая убили как раз тогда, когда мы к нему ехали, да? Я думаю, его именно поэтому и убили. Из-за того, что он мог нам рассказать, кто ему заказал убийство Артема. Я это очень редко говорю. Но я тебе очень благодарна. Я очень люблю тебя. Ася. Ася, тварь. Сюда. Ася. Проснись и пой, комер! Бабки где? Бабки где? Ну, я ведь не мог по-людски разводить. По-людски я теолог буду будить. Комерс, а ты тёлка, комерс? Нет. Нет. Ну так и не ной. Бабки, говорю, где? У нас завтра движняк намечается, надо кое-кого подогреть. Завтра, завтра переведут на счёт, я всё перечислю вам. Мог бы просто позвонить. Какой-то ты нутный комерс. Нехороший. Завтра скинешь бабки на счёт. Не скинешь? Я приеду к тебе с патолога, она там. Я внятно объяснил. Да, да, да. Ну, Владушки. И приберись здесь. Неприятно с тобой общаться. Привет, Люд. Как твои дела? Как, Настюша? Нормально. Что с нами за три дня сделается? Вы как съездили? Узнали, что хотели? Ничего не выяснили. Ещё и в полицию ночь провели. В полицию? А что случилось? Ой, это долгая история. Я тебе лучше при встрече расскажу со всеми подробностями. Ну, хорошо, как скажешь. Мне тоже тебе есть что рассказать. У тебя какие планы на завтра? Давай я к вам заеду. А, нет. Завтра я не могу. Я занята. А послезавтра утром ты сможешь? А, хорошо. Давай тогда послезавтра утром перед работой доскочу. Ну, значит, договорились. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Осторожно. Сейчас. Пойдём. Осторожно. Ирочка, прости. Я знаю, что замучила тебя уже с этой просьбой, но... Люда, ладно тебе. Давно знаем друг друга. Давно работаем вместе. Настюш, пойдёшь со мной город рисовать? Да, пойду. Я буду рисовать замок. Вот и отлично. Спасибо большое. Иди, всё у нас хорошо будет. Привет. Настенька, пока. Пока, мама. О, привет. Люд! Привет, Глеб. Привет. Извини, я вчера забыла сказать тебе, у тебя замечательный сын. Он очень взрослый, очень ответственный. Ну, я же тебя предупреждал. Да, ему можно доверить, Настеньку. Извини, мне нужно идти. Ещё одно обследование? Нет. Забираю результаты МРТ. Сегодня я должна диагноз либо подтвердить, либо... опровергнуть. Слушай, давай я с тобой схожу, а? Да нет, ну что ты. У тебя же работа, дети, отчёты. Да нет, я сама. Всё равно семи смертям не бывать, и одной не миновать. А чё-то подождут. У меня есть свободное время. Точно? Ты уверен? На все сто. К тому же тебе нужна поддержка. Нужна. Очень. Ну, тогда решено. Пойдём. Кирилл Олегович, здравствуйте. Пришёл перевод от Бавиловой. Отправляй в Бурому, сейчас же. Срочно! Ты сумму помнишь. Слава тебе, Господи. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Александровна, проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Людмила Александровна, мы предполагаем, что у вас Б-крупноклеточная лимфома. Доктор, вы меня вылечите? Вам необходимо сделать операцию, но бесплатные квоты в этом году уже закончились. И что же мне делать? Так как время играет против вас, ждать целый год вы не можете, то вам необходимо обратиться к профессору Медникову. Оперирует в частной клинике. После операции там же можно пройти курс химиотерапии. И где принимает этот Медникову. И где принимает этот Медников? Вот, профессор Медников, клиника Медгарантия. Но это не бесплатно и дорого. А на сколько дорого? Добрый день. Ну, это примерная сумма, может быть, и больше. Понимаю, у вас таких денег нет. Но есть более дешевый вариант. Вы можете сдать все анализы бесплатно у нас в больнице, а так же пройти курсы химиотерапии, ну, а операцию сделать у профессора Медникова. Люд, ну так нельзя. Должна бороться. Ты просто обязана, если хочешь жить. Глеб, ну ты же не врач. Откуда тебе знать? Моя мама. У нее был рак желудка. Она боялась, что умрет. Боялась, что я совсем один останусь. Боялась, что будет больно, что лечение не поможет. А она помогла? Нет, не помогла. Потому что после всех этих страхов у нее не хватило ни силы, ни воли бороться с этой болезнью. Все, рак победил. А мне было всего 17. Прости. Меня очень жаль у тебя и твоего мамы. Люда, я рассказал тебе, это не для того, чтобы вызвать у тебя жалость. Ты не имеешь права сдаваться. Ты должна... Ты должна быть злая на эту болезнь. Понимаешь? И верить, что ты ее победишь. А я не могу верить, Глеб. Мне нужны операции. Бесплатно мне ее смогут сделать. Только в следующем году. А без операции, лечения, без пустота. Ну давай, найдем другую больницу, другого врача. Да есть другой врач, но... Ну вот, видишь, значит, есть шанс. Я найду деньги. Если нужно, я посижу с Настей. Я прошу тебя, не сдавайся. Нажна бы какая сумма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok